всем здравствуйте дорогие друзья сегодня 13 октября и вы на канале деревенская жизнь нуля гостях у елены вот такая у нас дождливая погода но у меня такие красивые пятна есть цветущие еще в саду и это очень радует посмотрите не на тачку с мусором а на правую сторону как меня радует астро многолетние клематиса еще видите висят и розы это артем приехал и убирается сзади теплицы вот все убираем дождь идет но он сейчас шел сильный сейчас прекратился и он начал немножко убираться но по и в итоге мы сегодня что желаем сделать мы будем сегодня убирать томаты выдергать из теплицы буду собирать все томаты вот в других теплицах у меня уже все убрано осталось только по выдергивать в теплице с левой стороны ближе к храму это парник теплица там мои гнома были вчера собрали еще ящичек томатов вот и будем сегодня уже выдергивать все и сегодня и завтра погода плохая конечно но убираться надо потому что на следующей неделе уже будет мороз ну а я чем занимаюсь дорогие друзья во первых сейчас будет у меня обзор фаберлика значит это я подготовила потом вам покажу свои вещички что в них есть тут небольшой такой натюрморт осенний это я собираюсь сегодня доделать вот все у меня уже видите фасоль я уже пакетах под названиями здесь я чеснок чистила вчера готовилась к посадке буду сажать вот на этой неделе уже который будет потому что сегодня воскресенье и счищаю с значит тарелок семена и вот видео вам сделала тут бусинка спит они сейчас грязные приходят я лапы мою но подстилаю всегда потому что они пачкают все никуда не денешься здесь у меня подготовлено вот сейчас буду вам показать фаберлик отсниму вам потом видите еще два месяца назад назад у меня было вот такой вот пришел вот такой заказ а я его и не показывала ровно два месяца назад вот зашла себе взять в комнату где храню порошки и вот увидела порошочки и поняла что нужно снять обзор на это в другом видео в одном все не буду показывать а вот пришел новый заказ буду вам сейчас показывать усаживайтесь поудобнее наливайте себе чашечку кофе кто любит смотреть мои обзоры пожалуйста я вас приглашаю от души в гости ну что же девочки и мальчики хочу начать вот с таких вот полотенечек если вы помните я летом как-то заказывала один по моему я заказывала карамельный да и мне он очень понравился очень хорошо впитывает воду ну просто супер я вам очень советую всегда проверяю и говорю вам свое мнение между прочим это третий вид полотенец который я покупаю из фаберлик они мне очень нравится не просто так я заказываю каждый раз да и на подарки и себе это я просто собираю комплект потому что будущее ванна у нас скоро будет и у меня там все под по цвету будет поэтому я все потихонечку покупаю так что показываю вам здесь у меня три цвета вот никакой разницы по размеру нет тоже 50 на 70 прошлый раз показано вот такой вот карамельный вот карамельный нет девочки не карамельные вот такое заказывала это кремовый до кремовый я заказывала 50 на 70 просто шикарные сейчас вам просто открою их так я решила открыть чтобы не шуметь не шелестить тут этим пакетом чтобы не нервничать вам так сто процентов хлопок сделано в турции турецкий хлопок я вам всегда говорю что нравился и будет нравиться у меня есть много и постельное белье турецкое есть и полотенце банное тоже есть турецкая они мне очень нравится если так посмотреть да они не такие ну толстые да вот но вот этот хлопок турецкий он очень хорошо впитывает влагу вот просто поверьте мне и закажите хотя бы одно и вы посмотрите какая это прелесть вот это полотенечко для лица можно и и для рук и вернее для ног хотела сказать вот так что в общем самое нужное полотенечко да это не для тела не банная но личико и ручки и ножки вытереть это самое то 50 на 70 вот такие красивые цвета просто прелесть прелестная всем вот советую нежность и мягкость такая вот я просто его я хотела его подарить племянницы внучатой племянницы на креи на кристины ездила крестить но потом передумала я купила у них там детском мире шикарное полотенечко ей с рюшечками вот для ребенка а это полотенце мы с артемом использовали и нам она очень понравилась и я решила взять все три это новинка фаберлик так вот сюда вот положим их и и помните прошлый раз да я вам показывала вот прошлый обзор а вот такую вот кастрюль куда из нержавеющей стали это 24 сантиметра и я вам сказала что я буду покупать все наборы хочу поменять такой набор и вот такой набор сковородок об этом следующем видео а пока я показываю вот этот обзор так сейчас вам скажу значит сотейник вот сотейник стоит 2239 полотенца для лица триста девятнадцать рублей девочки это вообще ни о чем и у меня значит доставка 149 и в итоге у меня на этот раз вышло три триста сорок пять три тысячи триста сорок пять вот скидка у меня 800 рублей в итоге вышло на 4 145 и скидка 800 рублей девочки меня спрашивали писали как у вас заказать фаберлик девочки я не продаю фаберлик я сама их приобретаю вы можете просто набрать в интернете фаберлик сайт фаберлик полно везде он есть фаберлик везде есть и вы можете набрать и пожалуйста выбирайте себе чего только нет этот раз я посмотрела их и глаза разбежались и не знаю что взять посуды появилась я же вам говорю два набора очень красивая это коллекция сковородок с тоже сать с сотейником по моему там или там кастрюлька не помню вот именно ее я не до заказала хочу тоже что полностью был набором два набора хочу обновить все тем более что нужно еще отвозить в квартиру посуду чтобы там еще пользоваться чтобы комфортно пользоваться я люблю посуду люблю чтоб она у меня была и не люблю пользоваться из одной кастрюли сто лет я люблю вот но один раз живу не люблю все это положить туда подальше шкафчик и потом вот это вот на потом нет я пользуюсь всем что у меня есть да конечно есть у меня я имею ввиду посуду тарелки туда-сюда это праздничные что допустим новогодние там не будешь каждый день пользоваться праздничной посудой но в основном я пользуюсь всем и так будем с вами сейчас смотреть сотейничек а дальше пойдут сковородки смотрите когда открываете как шкафчик вы не представляете как мне нравится вот эти ящики я их не выбрасываю я убираю на хранение в подвал нужные вещи но такое впечатление что он я не знаю какой как кожаный такой твердый чемоданчик мне очень нравится упаковка ведь знаете в качество и еще немаловажно зависит от упаковочки очень 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 хороший просто слов нет и как всегда когда открываете всегда когда я покупаю посуду всегда есть книжечка всегда есть описание вот смотрите как выглядит вот большая у меня есть вот она здесь у меня рядышком вот сотейник я приобрела и еще одна кастрюлька и сковорода мне очень нравится сковорода у меня наподобие есть немецкая фирма я уже сто лет в обед с ней пользуюсь и пусть она у меня будет на улице когда у меня на улице будет летняя кухня я буду пользоваться всей той посуды которая у меня есть на улице а это у меня будет для дома очень удобно здесь здесь на русском языке пожалуйста читайте и смотрите здесь пишется 24 сантиметра 20 сантиметров 16 и 24 величины вот вот этой кастрюли будет и сковорода вот глубокая сковорода так что будем рассматривать упаковка ну ну просто супер девочки вот вот до чего мне нравится приобретать фаберлик смотрите ящичек смотрите какой просто ну классно что говорить и посмотрите какая упаковка посмотрите на крышечку девочки и мальчики я посмотрю видно там у меня то я всего видно хоть и ну на улице темно но тем не менее все видно так вы посмотрите какая прелесть прошлый раз артем делал на кастрюле обзор и он просто удивился смотрите в пакетике как положено посмотрите на крышечках в дальнейшем буду пользоваться да вот эти чипчики как мы с артемом я назвал и мы так смеялись что есть чипчик можем будет дальнейшем их одевать на крышечку чтобы не царапать вообще классная вещь очень хорошо придумал производитель смотрите какая крышка тяжелая красивая с ручкой какой одно удовольствие ни один раз не было никакой такой заминки чтобы я что-то купила на фаберлик заказывала и чтобы все это потом у меня значит сломалась или при использовании я могла увидеть как и какие-то помарочки да тут остренько там остренько здесь все заделано ничего не ничего не торчит все вообще все спайки вот эти все шикарнейшие да никаких как артем говорит побочных эффектов нет вот смотрите какая крышка просто прелесть и она хотя вот все проложено и в итоге все равно смотрите есть вот прокладывается вот такой вот штучка я не знаю как она называется она классная штука я тоже их не выбрасываю при скоплении сковородок там я вот прокладываю чтобы не царапалась да но вот это вот задумка просто шикарная вообще вот бы еще фаберлик продавал отдельно такие чипчики надо им написать так и посмотрите как упаковано как сотейник упакован девочки и точно так же сковородки вот с красной вот этом покрытием я показывала там так вообще супер тоже такая упаковочка следующем видео я покажу вам большую я уже приобрела сковороду два месяца назад некогда было видите как раз все и все тут чтобы ничего не царапалось пакетики и вы только посмотрите на эту красоту вы посмотрите какая прелесть господи одно удовольствие одно удовольствие использоваться так здесь у нас получается тут все описывается основы основные размеры 16 сантиметров сотейник из нержавейшей стали и высота 9 сантиметров объем 1 и 8 литра вот пожалуйста так 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 крышка стекло ручки толщина . поставщик и так далее хочу прочитать вам срок службы 24 месяца вот ну если вы будете хорошо обращаться с посудой девочки между прочим для всех плит вот для всех плит даже индукции все тут есть в посудомоечной только можно быть посудомоечной машине только в духовке нельзя использовать ну уж понятно что ручка вот такая кстати ручки такие просто нежные нежнятина прямо так вот такой бархатный гладкий вообще материал и тяжелый сотейник с таким толстым дном вообще девочки просто супер просто супер я очень рада вот что я приобрела вот такую шикарную посуду это посуда у меня вот сейчас мы я буду целый месяц по больницам маденцова буду прикрепляться к клинике военной там яркий он прикреплен и я буду проходить медосмотр полностью обследоваться и конечно же будем естественно жить в городе там у меня есть кастрюли в прошлом году зимой мы два месяца там жили я два месяца там жила и потом начался сад огород и и сюда приехала этот раз я поеду раньше в прошлый раз я позже уехала просто потому что мне нужно обследоваться обязательно я меняю да я уже сказала буду прикрепляться в другой поликлинике вот такую вот красоту я на этот раз приобрела вы обедли просто супер ценой вам сказала следующий раз будет еще в следующем видео я постараюсь показать еще про faberlic обзор который я не показала вам давно говорю же полезно посмотреть если у меня порошок от faberlic и я просто увидела что я его не показала так что не разбегайтесь давайте смотреть мое рукоделие что же я нашила между работой саду и в огороде дорогие друзья ручки чешутся скорее бы все закрыть потому что к осени уже все мы устаем вы тоже это знаете от огородных дел единственно не хочется терять красоту в саду садово-огородные а вот овощные уже просто не хочется видеть и честно скажу как и все вы уже вот с этими овощами ложка ци не хочу поэтому хочется рукоделием заниматься конечно созерцать красивый сад но он уже уходит по в зиму и ничего страшного у нас будут другие праздники новый год подарки вот пожалуйста подарки на новый год своим родными близким дорогие друзья вот вы можете такую красоту приобретать невеликие деньги а подарок то какой девочки вообще вы можете заказывать сейчас модно заказывать подарки друг другу и это очень хорошо потому что бывает подарить часы у тебя их пять дома поэтому всегда можно договориться с родными что тебе подарить что тебе подарить можете заказать пожалуйста даже просто полотенечки положить красивую сумочку кстати сумочки фаберлик тоже есть и новогодние раз и положили и подарили три набора в три полотенечка в одном наборе это какая прелесть еще раз повторюсь нежнятина из всех нежнятин турецкое полотенце турецкое качество чтобы я не не заказывал чтобы я не покупала своей жизни она мне всегда нравится всегда классная поэтому всем советую так девочки из чего всю эту красоту я шила если вы помните прошлой зимой после нового года я сделала заказ в магно тексе на ветошь и от 20 до 40 сантиметров вот так у меня был заказ тканей значит вот это ветошь из которой я всю красоту эту шью который я вам показываю и еще покажу значит что я им делаю я их выравниваю да кстати ширина была самая разная конечно меньшая часть мне конечно очень повезло в этой посылке меньшая часть была которая вот допустим там сантиметра 3 даже некоторые были два сантиметра вот я измерял но я даже этому рада для того чтобы не портить хорошую ткань а это ветошь длинные во всю длину 220 обрезки и я хочу связать половички эти половички вязали вязала в детстве еще я помню мы на перегонки какая из сестер больше свяжет и мама нам дарила сюрпризы подарки нам делала за это то есть был такое вот папа нам делал крючки сам из дерева у нас были деревянные специальные толще и тоньше а спицы помните я вам рассказывала из своего детства юности папа нам делал вот колеса велосипедные там вот эти вот спицы он нам делал спицы из них настолько он мудро все это делал вот хвостик чтобы как мы называли петельки не спадали спицы вот этих они разные носочные были кстати и для того чтобы вязать большие плечевые вещи да и он из дерева вырезал вот такой вот брусочек и делал там такой вот и и я отверстие такое и туда вот эту спицу наклеили на что он сажал она намертво там сидела и вот мы вязали такая была приятность он настолько прям очень хорошо обрабатывал кончики ничего не рвало никакую нитку вот это воспоминание из моего детства и юности это очень приятно но сейчас у меня нет деревянного хотя его можно заказать если я поеду еще к сестре в молдову я обязательно возьму прошлый раз почему-то поездка у меня была 2014 я не я смотрела бабушкины все все же хранится принадлежности эти и сестра вяжет до сих пор на них и просто проговорила что нужно мне взять и так я и не взяла а вот у меня был один он у меня затерялся свой личный который я вязала потом пошли дети четверо детей не до половичков и как-то не было на них моды а сейчас снова хендмейд вот это ручная работа вот эти половички вот эти круглые квадратные разные очень моде и хочу вам сказать они стоят очень дорого поэтому получить такие красивые новые ткани у меня одно удовольствие будет это делать при том что у меня что мне понравилось в этой ветоши у меня в основном было четыре цвета и это очень хорошо потому что их много они разных потому что когда я буду вязать да то у меня получится по ширине красиво одна полоса такая другая такая и смотрите мне можно будет что я делаю так подождите чтоб не спутаться значит про вот эту ветоши так говорю дальше и потом вам расскажу что сейчас я хотела вам сказать как у меня получится классно вот ну да вот такого цвета у меня много было так вот такого и вот такого и еще здесь горошком а есть вот с цветком но я так поняла это одна и та же ткань нашла кусок большой и вот эти вот ромашки внутри с цветочки да я поняла так ромашки с черные лепесточки такие внутри голубенькая это все тоже вот это вот ткань вот она потому что здесь есть горошек черный но просто я так поняла что вот эта ткань она была в какой-то части цветы а в нижней части как обычно бывает мы покупаем постельное белье другой рисунок да цветок тут крупная тут мелкая и вот так было нарезано вот ровно столько у меня их было сейчас я вам покажу что я из них шью в общем смотрите мне писали что при первой же стирке все скукожится и все такое сколько я из них шила я вам показываю ничего у меня не скукоживалась и я подарила мат большой благодарности и радости больше я не видела вот так что и и и его уже стирали конечно же если вы будете стирать не знаю сколько градусов а это просто на быструю легкую стирку стирается 30 градусов как и обычно все постельное белье в последнее время пишут вот белое конечно если вы хотите отбелить там другое дело я говорю о таком значит что я делала у меня есть утюг с паром такой пар вообще вот просто шикарный утюг у меня и я отпариваю все вот эти тканюшки я их отпариваю что они прямо влажные делаются а потом подсыхают чтобы стирать вот эти ниточки вы представляете сколько мне нужно их крутить но они в машине постирается небе такие будут и они разлохматиться потом вот эти каждый там целый мешок был мне кругом развесить сушить да как я смеюсь и говорю мне проще их выкинуть поэтому не надо наводить тень на плетень и смущает девочек что это непонятно что если вам не нравится мне кажется лучше оставить свое мнение при себе потому что это неправильно весь youtube все девочки вяжут шьют из них и никто про это ничего не говорит потому что на это есть отпариватель вот такие маленькие быстро отпаривается и очень хорошо ничего не садится большие ткани конечно же когда вы шьете большую вещь какую-то безусловно ее нужно обязательно постирать до ее и проще стирать и высушить проще а вот эти ниточки которые в клубке и сплетутся поверьте мне я попробовала и я плюнула сказала мне это не надо вот поэтому дорогие девочки не стесняйтесь заказывать и не бойтесь вот такую ветошь я получила прекрасную посылку и так что же я из них шью вот они уже готовы я пропал отпаривала их я все время хочу сказать пропарила и вот я шью вот такие это вот у меня заготовки также мне от 20 до 40 попался попалась вот такая ткань который я терпеть не могу это король и шут да тут различные черепа страшилки ну бабочка разве мне это нравится да никуда ее не использую я очень рада что вот она у меня есть попалась очень много и смотрите ширина какая и в 2 20 2 20 ширина до попалась у меня и и длину и ширину вот смотрите 40 сантиметров и мне это очень даже хорошо вот я ее и использую и для мат и на мат и использую для того чтобы сшить мат и тоже очень хорошо подходит вот черная и значит серая ну серой меньше а вот черной больше вот эти вот полосы я разрезаю до пропариваю их и на них нашиваю вот на такие штучки я делаю до заготовки для будущих пледов и одеял покрывал мне очень нравится это сатин такая ткань просто обалденно хорошая такая ну классная точно так же я их отпариваю как следует да просто не один раз прямо пар пускаю отпаривая не даже влажные потом раскладываю они сушатся да у меня их очень много просто очень много и это я покупала во владимире с дочками дочки мне тоже шьют у них тоже есть машинки и шут и вяжут и готовят и все делают так вот я уже это готовые нарезала и у меня получается ширина будет 220 покрывала до 220 на на 2 метра наверно так буду делать в общем посмотрим вот такой красивый плед а можно и и меньше делайте на кресло или куда хотите значит что вот они у меня готовы и я нагладила да и вот на них я нашиваю вот видите это вот ткань на эту ткань вот такой у меня красивый получается еще не глаженный натюрморт или как там сказать ну как хотите вот такая красота у меня получается что-то не знаю даже какие эпитеты придумать ну в общем очень красиво получается лично для меня мне очень нравится вот здесь у меня используются два цвета вот как раз таки я вам рассказывала про ромашки вот эти где-то и горошек попадается это вот так сейчас вам покажу все та же ткань смотрите вот она вот она попадается вот она и она же мои девочки и мальчики попадается вот она вот чтобы сейчас я вам покажу чтобы вы понимали вот видите вот она это одна и та же ткань просто говорю что как на бывает половина ткани крупные цветы они же в эту же тему мелкие то есть как компаньон и это знаете как классно когда приходит и то и другое можно скомпоновать и получается очень при очень красиво так это это вот ну ткань я так поняла что эти тканюшки это тоже как его называют по плен просто по качеству я так поняла а может и нет может и ошибаюсь я не очень хорошо разбираюсь ну ткани по плотности хлопок хлопок но по плотности он бывает разный и какая еще попалась у меня ткань вот такая вот она их тоже у меня там немало очень хорошо их кстати как бейку использовать смотрите их когда много у вас полно будет бейки вам не надо будет потом придумать притом такие цвета шикарные вот я оставила вот такие широкие есть у меня и вот такие широкие для того чтобы потом обработать край в тон будет а уже другую сторону я уже буду придумывать возможно сиреневый у меня есть однотонные вот либо голубой какой но что-то обязательно используй придумай туда что было в тон что было красиво вот и к этому к этому покрывалу значит к пледу какой он будет я хочу и на диван и хочу и на кресло будут половички вы понимаете какая я счастливая что мне вот пришло и спасибо девочкам что мне скомпоновали и подобрали вот эти цвета они разные по 5 по 5 по 6 вот этих длинных штучек ниточек вот этих как одна написала что и куда эти ниточки использовать все можно использовать и я вам сейчас покажу куда еще и использую видите какая ширина ширина разная так сейчас где у меня тут я сейчас измерю вам ширину так сейчас буси пущу давай выходи гуляй подружайка и сейчас я вам скажу сколько вот смотрите 7 сантиметров да они разные и и и и значит получается и 4 и здесь пять с половиной здесь у меня я разную толщину они ровно 40 и 30 до вот разную-разную ширину а говорю толщину извините ширину использовала вот здесь 220 вот осталось мне прогладить и у меня таких уже много это заготовки сейчас я пока делаю заготовки потому что начать серьезные 100 то 6 здесь во-первых не хватает места потому что вся терраса наставлена мебелью с улице мы занесем и занесли мебель когда будет свободная гостиная там когда будет сделано мне будет очень легко работать да и времени нет начинать потому что постоянно нужно отвлекаться на огород на сад надо уже это закрыть и потом вот это вот я начну так за это время прошлый раз я вам показала вот такой я сшила вот в таких цветах вот достан вот вот таких вот цветах я сшила crazy мат для артема на сестры кстати вот в подарок на новый в новый дом они переехали вот я сшила такой подарки мат отдал извините не буду отключать камеру мат я подарила и нет радости без вернее бесконечной радости благодарность вот это эту заготовки я приготовила красиво оформлю для того чтобы вот так поставить на стол и сюда вас можно будет кастрюльку или какую-то выпечку положить или прикрыть выпечку вот это получается сейчас я вам вот скажу так где у меня тут так 14 так 20 25 25 так 25 на 25 вот эти вот вот я вам показала который я покупала в магазине во владимире и вот она такая в такой же технике в таких же цветах которые я ну из которых сшит мат и еще вот такой цвет вот таких цветов у меня попадалось очень мало вот такой цвет вот который сейчас вам показала тут тоже одна полосочка вот это не они отсюда это отдельные вот частично я и добавляла вот но в основном здесь присутствует вот эти ткани тоже до присутств который я вам сейчас показала а вот эти всех остальных было очень очень мало эти у меня отдельно были которые тоже от 20 сантиметров это тоже 20 сантиметров эти 20 там это уже отдельная посылка вот на таком же я сшила да дальше уже будет утеплитель у меня сотка синтепон будет это вот в тот же набор дальше для этого же набора вот я сшила это не только для этого так я сейчас вот уберу вот хочу одну вот такую двое вот такую прихватку сшить вот смотрите вот такую технику такую технику с этой стороны вот я вот это тоже красивую ткань многие говорят красивая но она маленькая было мне небольшие куски я использую вот в эту сторону потому что она беленькая и очень хорошо сочетается да вот тут черненькие вот эти пятнышки вот и потом еще я сюда использую ее же как я показала на том мати и и нашивала на нее и потом синтепон и еще тыльная сторона будет тоже так что было одинаково вот такая здесь вот петелька прихватка и вот такая прихватка будет вот видите какие это сюда же вот в этот набор вот и я уже отдам сделаю я дам чтобы уже пользовались дальше я шью уже для себя для себя в городе у меня такая шторка я повесил вы видели зимой когда мы там жили и хочу сделать себе прихватки для вот такую такую побольше поменьше вот красиво получается это все из вот этих только вот это уже от 40 сантиметров а вот эти тканишки вот из этой серии да вот такие две себе и такой же из в такой же техники я сошли себе мат большой и плюс для того чтобы выпечку тоже где-то прикрыть или там ну в общем даже положить просто кастрюлю и даже можно сшить вот такую вот салфетку да вот такую салфетку да сейчас я вам покажу еще покажу как можно для чего сшить да можно сразу сказать побольше вот как я сейчас показала таком же цвете чтобы подавать тарелочку кушать это будет так тепло это будет так уютно это будет ну просто супер и вот такие еще я вот вот эти два цвета они у меня из ветоши видите пошире это даже я вырезала еще шире есть видите какая прелесть получается вот я три штуки нашила вот они три штуки еще одну хочу сшить чтобы были на два набора чтобы они были помог под больше поменьше вот я не одинаковые мне очень нравится когда величина не ровно 2 вот эти две одинаковые будут вот потом можно одну большую одну меньше как для себя и сшила больше меньше вот еще одну такую сошли чтобы было два набора вот так вот красиво получается правда посмотрите какая красота не правда ли чудо чудесное вообще что это что из них сшить как это что из них шить вот сколько можно сшить нужно просто желание и вот еще и нашила вот такие вот смотрите какой красивый крызик у меня получился видите здесь вот поменьше видите тоненькая тоненькая тоненько здесь я не знаю сколько но прям девочки не там полтора даже нет полтора сантиметра видите вот здесь вот ровно фиолетовая полтора вот до сантиметр один а этот сантиметр один и два миллиметра вот так вот получается этот еще мельче дальше я сделала пошире видите как красиво получается то есть вы можете играть здесь игра цвета и положение лоскута можно лоску точки так и сяк как желаете смотрите вот еще одна видите какая прелесть это практически в одни и тех же тона здесь только здесь еще добавлено вот еще такие вставочки а здесь их нет только вот такой вот зеленый добавлен вот такую красоту дальше у меня да вот еще вот этот вот цвет девочки вот он как поближе показать чтобы увидели смыть какой он красивый именно вот он еще у меня там есть но его не так много но приличненько я хочу сделать такие еще как ну на на стуле сидушки на стуле это лицевая сторона будет потому что таких много и эти из виду вот получается значит голубые вот эти серые значит вот эти в общем три цвета у меня основных их много а четвертый поменьше и дальше по три-четыре штуки разных таких еще три вида ночи вообще-то я делала обзор у меня есть обзор у меня в принципе только две закупочки были вот честно сказать у меня была ветошь и от 40 20 до 40 и ветошь мешок пришел и 9 килограмм от 20 до 40 больше я не заказывала конечно же намеревая сейчас опять-таки закажу и опять можно пожалуйста новый год будет подарки брать как говорится деньгами заказывать себе то что любит человек и мне это очень нравится спасибо что родные прислушивается зачем мне то что мне не нужно что не радует меня вот зачем и дальше мои девочки и смотрите потом еще покажу еще какую штучку мне артем приобрел она очень нам нужно когда могут нарезаем вот эти вот лоскоточки смотрите я не выбрасываю ничего вот такие маленькие и опять таки они разные я примерно так вот тоже вот здесь получается 2 сантиметре 1 миллиметр здесь вот ровно 2 то есть вот это я утилизирую я не люблю когда валяются много сейчас у меня много вот этого всего до целый мешок мне нужно его использовать то есть я нашли у заготовки и из них потом буду шить потому что я не люблю когда вот это вот все лежит да а потом я очень хочу очень хочу заниматься вот этими лоску . мне это очень нравится это такая медитация это вообще сидишь и просто кайфуешь даже перебирая эти лоску . значит все использовать для чего буду шить одеяльца покрывается подушечки для кукол у меня есть внучка и милечка это раз затем у меня есть внучатая племянница машенька до которой я крестила и ее сестренка алисочка да тоже моя внучатая племянница это и старшая сестренка и вот я им буду на куколкам шить смотрите ничего мне не валяется даже маленькие кусочки я вам сейчас покажу еще мельче вы посмотрите какие они остаются я тут же их сшиваю но я не на что-нибудь а просто сшиваю потому что для куколок все равно потом синтепончик остаются кусочки синтепона вот тоже сюда я их не выбрасываю даже маленькие такие полосочки вот допустим когда я стягаю вот эти прихватки все равно же мы чуть чуть больше оставляем да чтобы ткань не уходила не гуляла потом его потом срезаете и вот эти тоненькие полосочки я не выбрасываю я их просто собираю в пакет и потом буду набивать подушечки значит для куколочек буду делать этот куколкам подушки одеяла вот смотрите даже вот какой манюсенький вот он вот он просто я все это я уже это все прогладила и скрутила в рулончик вот остатки тут же вот остались у меня и тут же я их прямо использую вот эти вот остатки этот эмили нова пледа одеяло пледа это от этого значит вот это у меня оставались кусочки это я шила своим кисочкам одеяльца да тоже я использовала вот такие такой там цвет такой вот такой вот цвет в общем вот все девочки и очень хорошо хранить вот так вот скручиваете и берете коробочку какой-нибудь органайзер благо органайзера сейчас полном фикс прайсе стоит копеечки сворачивайте вот так вот я вам показывал прошлый раз не буду доставать час свои вам там ящички сейчас его там скручу трубочкой главное прогладить чтоб он был готов и можно обрезать края но я просто не знаю сколько мне нужно будет потом и я не обрезаю при когда вы начнете шить вы поймете сколько вам где-то отрезать потому что возможно что даже можно еще наполовину нарезать из 6 да и вот такие маленькие маленькие такие квадратики вот так вот вот органайзер и вот так вот вы вот такими рулончиками их сложите здесь можно вот такой вот сейчас вам покажу булавочкой вот все смотрите и никуда ничего не денется вниз вот так что потом брать не у колодца или можно утопить вот краешек вот так туда все вот так вот положили в органайзер нужно достали использовали все очень просто кстати спрашивали удобно или вот это иглодержатель очень удобно одевайте на ручку и вперед ничего тут не помню где я прочитала но не у себя на канале девушка пишет там что там упадет туда-сюда ничего вот я смотрите как я делаю но это но это же магнит как он может упасть очень качественно очень красиво я себе работаю убираю и не мешает и не тяжелый он очень хороший вот такая вот красота по моему это был подарок от дочери когда она у меня была на вал в адресе покупали очень много подарков они мне покупали сначала они мне купили машинку и куча тканей куча все к ней заказывали много есть что я заказывала разной линейки все они мне все купили сразу горит мама шей вот линеечки у меня тоже три варианта есть 15 на 15 30 на 30 ну в общем показывала ли вам и что я вам хочу показать девочки и мальчики вот смотрите некоторые используют с насадками вот такие липко держатели которые держат вот эти срезы до ткани ткани вы вот эти вот всякие разные ниточки мне артем подарил который моется да так сейчас вычитать бы спасу сейчас посмотрю так складной многообразный моющийся липкий ролик вот он снимается и моется можно не снимать его даже не снимаем просто под воду и все это смывается быстро очень быстро смыли вытерли его и снова смотрите видите что делается и не надо мне ольга фикс прайсе и постоянно покупать тратить на них да смотрите раз и все собрала видите одно только я не спросила его где это был подарок по моему на 8 марта вот спрошу его и напишу вам на экране вот такой вот эти шикарные мини до липко держатели вот эти их можно взять в сумочку и одежду свою потому что кто у кого есть черная одежда лишь и что-то раз-раз-раз и убрали себе в машину сумочку очень удобно девочки просто приобретите напишу вам я не знаю где вот все закрыли его и убрали а для меня это вообще когда наряжаешь лоску тут такое творится кругом грязь и сами знаете дома что творится когда ведь как быстро убрал когда вы кроите то вот так вот показала вам ну что девочки и мальчики на но наверно попрощаясь но не знаю может быть еще что-то сюда я не знаю насколько я наговорила но мы же ведь с вами общаемся для того и снимая видео не матча не молчать же в кадр да а вам объяснить все посоветовать рассказать а вот так что будут видео из города обязательно потому что еще через недельку я туда переезжаю потому что мне нужно обязательно вот пройти медосмотр и с ногой в новой поликлинике она классная такая когда буду ехать туда я вам обязательно покажу сниму видео вот потому что мне на пенсию полтора годика еще и на пенсию и как бы я уже на учете хочу хорошей поликлинике стать чтобы дальше вот у моей хронические болячки тоже возможно получу невозможно получу конечно потому что это московская область одинцова я хочу и санаторий куда-то вот по роду своих хронических заболеваний вот так что это очень хорошо девочки всем пока обнимаю вас и мальчики потому что многие есть смотрят меня мальчики и еще есть мальчики которые шьют и вяжут так а вязание тоже покажу вам сейчас начала я вязать свои недовязы очень люблю шали вязать буду вязать обязательно вот вот все из виду все эти лоску точки и сошью классные очень много прихваток вот и матов и сидушек и для кошечек тоже вот с этого начну для начала мне нужно сшить все это чтобы из них потом пожалуйста из таких вот заготовок может все что угодно вы это прекрасно знаете и треугольнички буду из покрупнее я имею ввиду квадратики хотя бы 15 написать 15 но 10 на 10 можно эти пока не подходит для этого значит я шью вот так можно вот смотрите я вам покажу быстренько вот смотрите можно взять так сейчас я вам покажу вот смотрите вот вы взяли да это я к примеру вам показываю смотрите вы можете взять опять-таки любую ткань и смотрите что сделать вот так видите начиная вот так вот и у вас будут смотрите как как будто вы отдельно сшивали смотрите можно чтоб совпало если одинаковые вы будете делать а можно нет и то и то будет смотреться очень красиво пожалуйста то есть все что угодно все что угодно из них можно потом шить главное все их собрать чтобы они не валялись нигде они занимают тоже место их много же говорю целый мешок чтобы использовать и и сшить вот такую красоту одно повторюсь еще раз мне очень повезло что мне очень много одинаковых и такие красивые цвета не какая-нибудь непонятные что никуда их не изведешь все всем пока мира счастья любви добра здоровья удачи во всем а вот обнимаю вас вы как всегда были на канале в гостях у елена и моя деревенская жизнь нуля всем спасибо что вы со мной спасибо что смотрите дзен у меня еще есть youtube и телеграм ссылку оставлю обязательно она в принципе есть в описании под видео пока пока удачи 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 Продолжение следует...